Суровые морозы прошлой зимой проверили на прочность всей системы жизнеобеспечения города. Больше всего от удара стихии пострадали сельские округа. Поэтому главам сельских администраций мэр Анапа ставит задачу уже сейчас укрепить все слабые места и закончить подготовительные работы заблаговременно. Несмотря на то, что сейчас плюсовые температуры за 20 градусов, еще люди купаются в море, зима уже не за горами. И вы знаете, что буквально после 10 октября начинается уже резкое похолодание. И с 15 октября люди уже все ждут, когда же каждый день смотрят на градусники, когда же включат отопление в дома. От бесперебойной подачи электричества в дома и котельные напрямую зависит тепло в домовладениях и социальных объектах. Устранять аварии в сильный ветер и 20-ти градусный мороз крайне сложно. Поэтому Татьяна Евсикова акцентировала внимание служб на обрезке деревьев вдоль линий электропередач уже сейчас, чтобы исключить угрозы обрыва проводов. Обрезка деревьев сейчас ведется во всех сельских округах Анапы. Бригады Кубанэнерго работают ежедневно. В зимний период у нас энергопотребление увеличивается в два раза. И чтобы не было аварийных отключений, поскольку зима – это наиболее опасное время года для отключения электроэнергии, поскольку если нет электроэнергии, вы сами понимаете, отключаются и другие системы жизнеобеспечения. Имейте в виду, что в отопительный сезон отключать, переключать так, чтобы страдало население, мы никому не позволим. Старайтесь сейчас все работы максимально делать. Сейчас, когда на солнышко, еще на улице, когда тепло в домах, сейчас работы выполнять. По решению мэра Анапы также созданы специальные комиссии, задача которых – провести комплексную проверку котельных теплосетей водоканала и линий электропередач, а также проконтролировать устранение нарушений и предписаний, выданных Ростехнадзором. Вот эта котельная, располагающаяся на улице Калинина и обслуживающая курортную часть города, к отопительному сезону готова. Здесь установлено новое дорогостоящее оборудование. Автоматика стоимостью около 5 миллионов рублей будет обеспечивать бесперебойную работу котлов и следить за их техническим состоянием. К непредвиденным ситуациям тоже подготовились. Дизельная подстанция на случай отключения электроэнергии и внушительный запас мазута на случай проблем с подачей газа. По словам заместителя мэра Алексея Харитонова, Анапа к зимнему сезону готова на 90%. Оставшиеся 10% работ будут выполнены к концу текущего месяца. На все 973 семьи, состоящих на учете в соцзащите, уже заготовлено топливо. Татьяна Евсикова ставит задачу проконтролировать. Все ленопчане получили дрова и уголь. На вас, глав сельских округов, возлагается обязанность вот этой категории, тысячу человек, о которой говорит наша соцзащита, оказать содействие и помощь в доставке по минимальным ценам дров. Услышьте меня, пожалуйста. Не то, что вот там Мария Ивановна, вот там видишь машина стоит, иди купи себе дров. Доставка домой по минимальным ценам, субсидия, помощь, соцзащита, соответствующую на приобретение дров, оказывать. Чтобы наша помощь этой категории не ограничивалась только выплатой соответствующей категории. На случай снежной зимы уже заготовлена песчано-солевая смесь, говорит директор ОАО «Ана по благоустройству». По понятным причинам на курорте парк специализированной снегоуборочной техники довольно немногочислен. Татьяна Евсикова считает, что нужно обратиться к опыту западных стран по использованию альтернативных способов расчистки снежных завалов. Навесное оборудование. Изучите опыт, поезжайте за рубеж, посмотрите. Приобретите это навесное оборудование, которое можно привесить на любой трактор, на любую машину. Для того, чтобы по узким маленьким улочкам убирать снег. Это элементарные вещи. Если нужно за муниципальные деньги, значит Анжелика Антоновна, значит надо купить за муниципальные деньги. В завершение встречи Татьяна Евсикова перед главами сельских округов поставила задачу теснее работать с населением, чтобы жители тоже подключались к обрезке деревьев на своих участках, где проходит электролиния. А также предупредила руководителей служб города, что в случае сбоев в отопительный сезон прощения никому не будет. Поэтому последние работы провести оперативно, пока на улице теплая погода. Вадим Родин, Александр Кореневский, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.